В Покровске подростки поймали вора. В Мариуполе открылась полицейская академия для собак. Мальчик из Сергеевки попал в книгу рекордов Украины. Приветствуем вас! Вода до Ньюсфо Китс в Украине! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте будем откровенными. Когда вы становитесь свидетелем чего-то плохого, что вы делаете? Вы приходите на помощь, вызываете полицию или просто наблюдаете и бездействуете? Трое подростков из Покровска не хотели оставаться в стороне, когда увидели, что вор крадет женскую сумку. Они проявили мужество и отвагу и стали действовать. Смотрите дальше всю историю этого происшествия. Получается, мы с Аленой, моей одноклассницей, шли со школы. Она говорит, пошли со мной за ручкой. Ну, мы пошли в канцтовар, который во дворе стоматологии новый открылся. Потом она говорит, надо купить маме открытку, у нее завтра день рождения. Ну, мы пошли в скрепку. Она говорит, ну, пошли. Мы пошли через двор. Потом видим, с гаражей выходит наша компания. Мы решили их подождать. Увидели, что вот бежит бабушка и преступник, вот что-то прячет. И мы сразу начали бить во все колокола, как можно сказать. Вот мы с Лерой начали кричать. Позвали мужчин, которые стояли напротив. Увидели компанию, которые шли через дворы, начали им кричать, чтобы остановили. Слышу, Лера что-то кричит. И бежит мужчина, и за ним еще три мужчины бежут. Ну, я не услышала, подбегала, что случилось. Она говорит, типа, вор у бабушки деньги все украл. Но я не раз думала, я портфель бросаю, бегу за ним. Мы, получается, разделились. Мы с мужчиной пошли в обход, и Лера с мужчиной пошли прямо к гостинице. Может, он так побежал, а может, он вообще в другом направлении побежал. Ну, мы решили обойти и узнать, как он побежал. Он направлялся в сторону дружбы, в гостиницу дружбы, через дворы. Ну, потом я взятила там подружку и спрашиваю, ты не видела, куда мужчина забежал, бородатый? Говорю, в гостиницу дружбу. Я с Данилом, я зашла, а он стоял возле гостиницы. Я на рецепцию подхожу, говорю, к вам не забегал мужчина, он у бабушки деньги украл. А он стоял сзади, и получается, он говорит, я ничего такого не делал, я ничего. Я спокойно, типа, спокойно и шел, вот решил зайти. Ну, потом он вышел в гостиницу. Он вот так вот достает папку, кидает на клумбу, и я за ним бегу, и мы с мужчиной его захватываем. А Лера уже пошла, подобрала папку с Аленой. Мы нашли бабушку и отдали ей деньги. Она сказала, дети, внучки, ну, внучки нам с Лерой сказали, спасибо вам большое, и поцеловала нас. Мы были на место к этому мужчине, чтобы она объяснила, все ли деньги его надо. Мы не знаем, что в нашей школе, в нашем городе есть такие дети. А ты бы на их месте поступила так же? Я не знаю. А ты бы смог сделать так же? Думаю, да. За приявлений відвагу и решучесть, своєчасную допомогу у затриманні зловмисника та цінный внесок у поліпшення криміногенної ситуации в місті Покровск. Подяка городского головы оголошується нашим сміливцям, ще учням, яких я впевнено чекаю велике майбутнє. Сосновскому Данилову. Кривонос Валерий. Макеєвий Оленів. Мы просто помогли. Ну, как бы любой мог сделать так на нашем месте, любой человек. Если бы он мог сочувствовать, он бы так же сделал на нашем месте. Вообще Лера забила тревогу. Если бы не Лера, мы бы даже, наверное, не помогли. Вы чувствуете себя своего рода героями? Ну, нет. Немножко так. Частично, да, как маленький супергерой в нашем городе. Молодці! 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 Отличные новости для всех хороших учеников Доброполья. Если ты получил оценки 10, 11 и 12 за последние экзамены, то ты можешь смело проехаться в маршрутке совершенно бесплатно. Но действительно ли это работает? Мы провели эксперимент. В школе у меня любимый предмет – это украинский язык. Моя учительница зовут Валентина Владимировна. Всегда на ее уроках получаю хорошие оценки. Моя школа находится далеко от дома. И раньше даже вне погоды проходило сети пешком. Недавно я узнал, что дети, которые получают 12 баллов, могут ехать бесплатно на маршрутке. Первый раз, когда я зашел в маршрутку и показал дневник водителю, не верилось, что он разрешил ехать бесплатно. Все, молодец! Теперь мне стараюсь чаще получать хорошие оценки. Я люблю ездить на маршрутках. На улице холодно, а там тепло. Можно смотреть в окно, за которым мелькают деревья и дома. Когда я получаю хорошие оценки, выхожу со школы радостным, зная, что бесплатно доеду домой. Все дети в мире обожают блинчики. Но украинские блины – самые лучшие. У них есть своя традиция. И даже специальный праздник – масленица. Наша команда из Днепра расскажет вам об истоках этой традиции. Масленица мы провожаем зиму и встречаем весну. Почему блины? Потому что они символизируют солнце, они желтенькие. Когда собираются, вся семья за круглым столом, общаются. Мне кажется, это очень хороший праздник. Еще на масленицу все собирались, все ходили друг к другу в гости и пекли печеньки в форме птичек. Но это как птицы, чтобы быстрее прилетали, зазывали, так можно сказать. Раньше все ходили к хороводам, все ходили к соседям, играли, смеялись, веселились. Все, что они делали ради того, чтобы пришла весна. На масленицу мы одеваем вышиванки, потому что это наша традиционная одежда украинская. И на вышиванке часто вышиваются узоры, которые либо оберегают человека, либо приносим удачу или счастье. Блины обозначают символ солнца. И так как мы хотим, чтобы поскорее наступила весна, лето, мы пекем эти блины, печем эти блины, чтобы их съесть, и как бы поскорее наступило солнце. Чучело сжигают, потому что они считают, что это зима, и как бы ее прогоняют, чтобы быстрее наступила весна. И для наших предков весна это было начало сезона, когда можно было сеять какие-то пшеницу или другие культурные растения. Я видела, как сжигали чучело, и мне очень понравилось, потому что я получила много эмоций. Мы пели песни, водили хороводы, еще, конечно, там были блины. Новый юношеский клуб открыл свои двери для молодежи Лимана. Называется он «Альтанка» и будет служить местом встречи для подростков. Здесь они смогут развиваться, делиться идеями и учиться новому у профессионалов и сверстников. Ольга Поплавская, руководитель «Альтанки», рассказывает, почему так важно иметь подобный юношеский клуб в Лимане. У нас в городе такого ничего нет. Есть клубы, есть музыкальная школа, есть там локомотив, но хотелось бы, чтобы что-то было неформальное, что-то было такое, туда, где каждый может прийти, написать проект, что-то создать свое, что-то придумать, позаниматься музыкой, все это должно быть бесплатно. У нас проходят уроки английского языка, у нас проходят по программированию занятия. В других городах, Северодонецке, Дружковке, Константиновке и Краматорске также были открыты новые клубы для молодежи. Собаку называют лучшим другом человека, но собаки могут быть не только друзьями, но и коллегами по работе, напарниками. В Мариуполе открылась новая полицейская академия для собак. Чтобы понаблюдать за их подготовкой к ежедневной службе в местной полиции, мы отправились на очередную тренировку для четвероногих помощников. Еще разок! Лучше не советую. Мужчина, он начинал удранировать, предваряется, что он преступник, и делал специальные перчатки. Одна перчатка для другой собаки, она для одной, она для другой. Сперва по одной, а потом уже с двумя. Один две перчатки начинает дразнить, и обе собаки нападали по очереди. А эта порода предрасполагает на поиск. Перчатку забрал. Да. Украл. Украл. Собаки в полиции для того, чтобы выискивать преступников, находить мины, находить всякие наркотики, выискивать людей. Без собак полиции никак. Он тоже хочет кусаться. Он тоже задерживается. А он реагирует на чужую игру в цель, только на вашу? Если это ему будет удобно и интересно, я думаю, он даже твою команду сможет выполнить. Плац. Я думаю, собаки для полиции нужны, чтобы отыскивать людей, всякие взрывчатки, чтобы много людей не пострадало. И чтобы собаки защищали полицейских. Потому что не всем полицейским легко справляться с преступниками. Больше всего запомнилось, как тренировались собачки, как они отыскивали взрывчатку. Хорошо, молодец. Пойдем переставим ящик, да? О, это вот цветки. Молодкий, он хороший. Ахахи, баба. Ручик. У меня дома есть собака. Он очень игривый, балованный. Мы пытаемся его как-то адресировать. Он любит сживать все в доме. Почти весь дом попортил. А любит спать на бабушкиной кровати днем. А ночью он обязательно идет к родителям на кровать. Я его очень люблю. Он для меня как брат. Делать честер. Честер? Да. Потом вот такая вот. Она поправится быстро. Она через месяц будет вот такая вот шляпочка. Терри герри ссаживать, которая сзади? Пока это все собачки, которые есть у нас. Потом, когда у нее появление, будем ставить в объект. Зачем? Толстенько. У меня рот не поможет. Ой, нет. Один уже без осадки. Ну так. На сегодняшней экскурсии меня очень впечатлило, как тренируются собаки. Как это сложно. И они все терпят. Как настоящие быцы. Для получения рассылки ежедневных новостей из других уголков мира, загляните на водадоньюсфокидс.org. Футбольный клуб «Социальный альянс» объединился в команду с донецкой командой «Шахтер» для проведения образовательной кампании «Молодой тренер». Вместе они обучают 40 активных молодых тренеров тому, как проводить регулярные спортивные и массовые футбольные мероприятия для детей и объединять детей-переселенцев с местными. Дети города Запорожье приняли участие в сеансе смехотерапии. Терапевтический эффект смеха изучается уже более 50 лет, а происходит сама смехотерапия из Индии. Смех, скорее всего, заставит вас почувствовать себя лучше. Но когда вы долго смеетесь, вы также можете почувствовать себя уставшим. Подростки из Славянска имели возможность высказать идеи, как улучшить свою жизнь и сделать их город более счастливым местом. Были определены лучшие идеи, а молодые люди, которые их представили для воплощения своих проектов в жизнь, получат поддержку от местного молодежного центра «Теплица». Дмитрий Рузевич из Краматорска попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он стал основателем особенной библиотеки, такой же особенной, как и он сам. Вот история о 13-летнем мальчике, у которого была мечта. И эта мечта сбылась. Какую книгу ты можешь нам порадить? Я не знаю, если можно, то ты только сами можете взять. Ну, мне присылают книги с разных городов, для того, чтобы я сделал свою библиотеку. Ну, с Ивана Фланковского, с Альвова, с Кривого Лога, с Киева, с Волыни. Ну, с многих городов. Книги важные. Фантастика, фэнтези, детективы, приключения. И историческое. Ну, важно. Сначала я думала, что ничего не получится. Но меня вдохновила она, это активская писательница от Жени. Ну, и мы вместе с ней начали это дело. А еще у нее есть друг Максим Потапчук, который тоже мне помогает. А сколько у тебя дома книжечек было? На тот момент? Ну, не знаю, где-то до 100. А сейчас сколько? Ну, где-то до 700. Вообще, о чем ты любишь читать? Есть у тебя книга, но твоя настольная, самая-самая любимая? Ну, даже не знаю, но есть, наверное. Вот там Парси Джигсон, Гарри Поттер. И такое все вроде фантастики и детективов. Сказал, что услышал от объединения Белов, что есть такой мальчик, который хочет создать библиотеку свою. И он решил помочь книжками. Ездил по разным городам и рассказывал обо мне. А с тех городов уже отсылали мне книги. Ну, важно, что он знает, что я могу поделиться с ними. А потом, смотри, а тебе не жалко будет отдать их в библиотеку, когда у тебя много-много будет? Наверное, нет. Если будет много, вообще никто будет рассказывать. Поразменно придется отдать. У нас Дмитро, он много знает, он очень интересуется многими книжками. Да, общаться с нами больше. И мы начали чаще приходить к нему. Сегодняшний специальный репортаж передают из Славянска. Василиса показывает нам место, где она работает молодым волонтером. Это детский реабилитационный центр. Мы находимся в детском реабилитационном центре города Славянска. Все мы разные и не похожие по-своему. Мы отличаемся друг от друга характером, интересами, мировосприятием и способностью воспринимать свои собственные удачи и неудачи. Это все естественно. У каждого из детей свой жизненный опыт. И важно понять, что никакие индивидуальные особенности не должны стать преградой для общения, развития, взаимопомощи и дружбы. В канун новогодних праздников дети пишут письма святому Николаю. И мы, волонтеры, исполняем их мечты, о которых они так давно мечтали. Заботьтесь о друг друге, говорите теплые слова. Делайте так, чтобы было больше улыбок, радости и смеха. Спешите делать добро. Главные новости сегодня были. В Покровске подростки поймали вора. В Мариуполе открылась полицейская академия для собак. Мальчик из Сергеевки попал в книгу рекордов Украины. Еще больше свежих новостей доступно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на vodadonews4kids.org, на вашем мобильном или компьютере. Спасибо, что смотрите нас. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!